всем привет сегодня 11 ноября 2021 года мы с вами находимся в городе днепр и сегодня мы будем смотреть как достраивать вторую очередь южного обхода этого города не забывайте подписываться наш телеграм-канал вступает нашу группу facebook подписываться нашу страничку facebook поддержать мою деятельность вы можете на патреоне или через банковскую карту мы находимся в городе днепр южная по 2 очередь свой обзор я уже традиционно начинаю вот и путепровода над улицей мильмана мы видим новую дорогу присоединили новым покрытием к путепроводу существующему сам путепровод я уже вам рассказывал находится на балансе у городских властей поэтому я думаю в перспективе будут обновлять но когда и кто такой информации нету настоящее время проезд по путепроводу перекрыт некоторые пытаются прорываться но потом возвращаются обратно далее дорога идет на южный мост и меня часто спрашивают ну хорошо вот пойдет поток машин они переедут на левый берег что дальше ну а дальше я так думаю будет начало третьей очереди строительство южного обхода я вам уже объяснял почему вот этот кусочек который сейчас достраивают очень важен в общем проекты создания полного кольца ну как вы понимаете это не очень быстрый процесс потому что надо подготовить документацию там очевидно будет много вопросов земельных с переселением каких-то людей куда-то потому что там действительно очень слабенькие дорожки много промзон там где я ездил я уже прошлый раз сюда ехал как раз по этому пути немного посмотрел что там но тем не менее существует уже достаточно давно проект полного кольца поэтому ждем доделаем вторую очередь начинаем строить третью очередь теперь мы развернулись противоположную сторону и видим стоя на старом асфальтобетоне старого же путепровода что от деформационного шва уже направлении запорожской трассы направлении аэропортовской начинается свежий финальный слой щема докуда позволяет разглядеть мое зрение здесь все по этой стороне заасфальтирована верхним слоем противоположное направление пока еще в нижнем слое но не хватает лишь последнего финального здесь напоминаю три слоя всего два крупнозернистого асфальтобетона и третьей щема со стороны яснополянской мы видим полностью ликвидирован заезд и съезд и уже облагораживаются откосы засыпаны черноземом далее я заметил подвозится какой-то грунт уже не один самосвал здесь разгрузился поэтому могу предположить что здесь либо благоустройство территории либо же какую-то местную дорогу делают для частного сектора который там находится мы видим копает что-то экскаватор сейчас надо подойдем посмотрим чем он занят из-под пути провода и с улицы мильмана пока еще существует технологический заезд на магистраль это будет продолжаться недолго скоро здесь поставят бордюры все раскопают и сюда уже нельзя будет ни заехать не съехать многие в комментариях недоумевают зачем так сделано честно говоря мне тоже не совсем понятно это решение но я вам передаю со слов как мне это объяснили ребята дорожники здесь есть идея сделать именно транзитный проезд для того чтобы транзит не пытался съехать в город ну а соответственно городские автомобили не пытались загружать транзитную трассу то есть разделить потоки максимально ну насколько это решение правильно или нет покажет только время я вам уже рассказывал предыдущих выпусках что здесь сооружается новая дорога для местного проезда по ней можно будет попасть на улочки частного сектора и также доехать до гаражного кооператива сейчас мы видим прогресс уже насыпали подушку такую мощную очевидно скоро будет асфальтировать также по последним данным здесь формируется грунтовый откос изначально меня видимо неправильно сориентировали а может быть что-то поменялось в проекте но когда-то я вам рассказывал что здесь планировалась подпорная стена далее выяснилось что подпорная стена будет только там где нельзя сделать полноценный откос насыпи то есть дальше вот она там заканчивается где экскаватор работает далее будет обычный откос засеянной травой ну мы здесь видим как это делается напоминаю прошлый раз когда мы здесь были тут еще по этой стороне только-только подушку укладывали и делалось местное грунтозамещение после дождей здесь размокла небольшая часть подушки новой все это ликвидировали и как видим уже ребята из автомагистрали пивдень которая здесь является генподрядчиком и исполнителем наверное 99 процентов работ все закончили почти закончили на глазах как видим здесь еще осталось достаточно косметических работ много откосов засыпать черноземом такие вот полосы разделители засыпать грунтом засадить травкой но я думаю это не помешает новому году как и обещали открыть техническое движение сказать что сейчас формально движение здесь перекрыто но тем не менее откуда-то постоянно едут машины оттуда также туда заезжаю то есть люди они не смотрят на ограничения как-то просачиваются я подошел к месту работы экскаватора пообщался с оператором все-таки у меня уточнил это не дорога будет а водосточная система ну что это будет задач на систему он не знает может быть здесь будет какие-то трубы прокладываться а может просто бетонироваться или укладываться готовые железобетонные лотки но сам факт что это все для слива воды с трассы и и так понимаю слива воды с окружающих холмов мы знаем что там когда-то тек ручей потом его перекинули на противоположную сторону ну вот теперь какие-то дополнительные мероприятия в этом направлении мы видим проводятся давайте проедем немного по новой дороге и на повороте сделаем наш облёт это будет для нас непривычное место обычно мы его делали с краю но теперь можно с комфортом добраться туда куда надо видите с левой стороны еще не засыпали пространство между насыпью и подпорной стеной также на повороте идет бетонирование водосливов немного понаблюдаем за процессом установки бортов как видим все камни выставлены в одну линию все очень четко красиво теперь ребята делают подушку под ними и вокруг в сторону видим приготовленная опалубка здесь нужен специальный бортик вдоль всего борта из бетона потому что видит какой перепад потом это все будет засыпаться грунтом я пообщался с ребятами которые устанавливают борты и они мне сказали что уже в эту субботу планируют укладывать здесь финальный слой чима так что когда вы увидите этот выпуск здесь уже все будет закончено мы пока еще не ездили в сторону аэропортовской но по прошлому состоянию дел там я могу предположить что там уже все сделано окончательно и сейчас действительно финальные штрихи подводятся только что я вам показывал как ребята похожее место бетонировали поэтому решил заснять готовое чтобы вы лучше понимали что будет в результате ну а здесь видим бобкет поставили охранять свежезабетонированное место потому что вы видите машины какие-то левые носятся и носятся прорываются как могут говорят не нужен не нужен этот обход тем не менее его еще не открыли он уже такой популярностью пользуется и сейчас я специально подошел к подпорной стенке поскольку из окна машины не очень хорошо было видно каком здесь состоянии работа но видим почти все засыпали осталось довести только до верха ну возможно здесь уже будет засыпать черноземом под финальный газон и сразу хотел бы упредить любителей покритиковать здесь на некоторых бортовых камнях наблюдаются сколы все-таки вы должны понимать что это не натуральный камень не гранит не базальт а железобетонный борт к тому же скорее всего такое количество бортов достаточно быстро изготавливалась и может быть когда они куда-то грузились то еще полностью не набрали своей прочность но вы знаете что бетон набирает прочность всю жизнь поэтому я думаю что это небольшая проблема но на всякий случай я уточнил у ребят и мне сказали что после того как все будет закончено все эти борта будут шпаклеваться все неровности будут и стыки замазываться ремонтными составами которые вы уже знаете после чего все будет краситься для защиты от воздействия окружающей среды поэтому можете мне не присылать и не писать в комментариях вот про такие места это все будет убрано ну если вдруг так случится что где-то что-то не уберут то можете мне через полгодика годик написать что вот оставили такое место тогда мы будем узнавать по причинах но пока на сегодняшний день причин для паники нету все это будет ликвидировано и красиво оформлено на другой стороне дороги мы видим уже оформлен откос но пока еще очевидно тоже что-то будет может быть даже какие-то будут здесь дорожки пешеходные может быть не будет пока информацию нету смотрим в каком она виде сейчас находится да 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Симон Субтитры подогнали 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 Симон над ней мы видим забетонирован воротник забетонирован аризберма все красиво но пока еще не засыпан чернозелом откос имею ввиду его верхнюю часть скорее всего так и оставят террасами для того чтобы минимизировать разрушение и оползни нижнюю часть мы видим уже укрепили гео тканью и засыпали каким-то первым слоем чернозема вообще здесь как видите такой очень живописный враг был со многими отрогами время стройки его немножко выровняли и расчистили дальше видим это свалки бытового мусора видимо местное население периодически сюда что-то свозит даже не просто свозит а сбрасывает сверху в овраг печально что у нас такие места еще есть и такие несознательные люди сверху еще одна свалка потом жалуемся что у нас стране жить плохо сами же такое делаем вот так лирическое отступление собственно я спускаюсь для того чтобы пройти по водопропускнику посмотреть что с другой стороны сделали что интересно везде сверху сухо а в овраге слякать грязь и лежит и ней на стороне куда не попадает солнце при ближайшем рассмотрении мы видим что ребята здесь не только воротник делали но и армированную лодковую плиту для того чтобы вода когда будет нести какой-то мусор с собой не оставляла его вот этих волнах я точно не знаю какая здесь длина но думаю не меньше метров 40 50 потому что мы находимся очень глубоко у основания насыпи ну и здесь мы видим резьберму забетонировали еще шире еще длиннее напоминаю что резьберма это вот эта площадка на выходе из водопропускника которая не дает воде потоком подмывать основание чуть было не упустил прокомментировать для вас одну важную вещь вы видите вот эти две машины похожие на асфальтоукладчики но с транспортерами как у фрезы это перегружатели асфальта фергеле мт-3002 offset я такую машину при огромном числе своих обзоров на самых разных дорогах видел всего лишь один раз на закарпатье возле бушкина компания шибу 77 делала там дорогу тоже укладывала щема и вот такая машина там присутствовала я сразу же тогда еще погуглил оказывается у нее есть подогрев транспортера и вроде бы даже подогрев бака это очень важно потому что перегружатель асфальта там как бы термос который не дает остывать асфальту но также там перемешивание она для гомогенизации материала после чего по транспортеру асфальт подается специальные баки установлены на асфальтоукладчик мы видим здесь два асфальтоукладчика оснащенные такими баками понятно что когда просто термос это хорошо но лучше когда есть подогрев для того чтобы асфальт не остывал тогда он может храниться в этом перегружателе необходимое число времени пока там надо маневры делать какие-то и прочее тем более что один перегружатель может сразу же обслуживать несколько асфальтоукладчиков вообще считается что сейчас положено асфальт любой укладывать с помощью точнее не с помощью при участии перегружателя но к сожалению техника дорогая и очень мало впервые мы увидели перегружатель шаттл баги еще на шулявском мосту компании ст и но там он без подогрева там он американский ребята его бы уж нам привезли много с ним намучили сейчас вроде бы постоянно его эксплуатирует все классно ну а вот такие машины это совсем новенькие и опять же почему я вам их показу потому что очень радует что вот уже его автомагистрали пивдень появилась такая техника значит в очередной раз не устаю повторять что наши дорожно-строительные фирмы мостовые фирмы обзаводятся техникой новой развиваются движение в стране идет в правильном направлении давайте посмотрим на эти машины поближе мы заезжаем на щема и как видим нас уже сплошная дорога вы помните там еще на большом овраге прошлый раз не было закончена отсыпка подушки теперь вы видели это с аэросъемки видите сейчас смешная дорога даже уже успели центральный отбойник разделитель установить насколько я вижу здесь еще нету бортиков может быть вот дорожная борта может быть будет водоулавливающие лотки что-то должно быть здесь как видим заканчивается бортик и сейчас мы над самой глубокой точкой оврага здесь мы видим ребятам подвезли гео сетку для укрепления откосов что судя по всему они этим занимаются ну пока с этой стороны давайте заглянем что получилось здесь уже верхний ярус откоса сетка закреплена ближайшее время будет засыпать черноземом не было интересно что же она из себя представляет и на нее только издалека смотрел она такая объемная как ячейки такие волосистые здесь хорошо задерживается в этой объемной структуре чернозем потом проходят корни травы даже такой высокий крутой откос не обваливается не осыпается не размывается ну а далее видим прокопали немного для воды напоминаю что здесь у нас внизу оврага огромный железобетонный сборный водопропускник который должен выпускать воду куда-то туда ну там очевидно тоже будет расчищать дальше потому что пока я не вижу куда там воде уходить но здесь есть проблема и когда-то озвучивал что подмываются склоны поэтому скорее всего там еще не закончили будет продолжать делать здесь интересно раньше так не было видим такой какой-то остров зеленые оставили вокруг него обошли дорогами ну с чем это связано мне не понятно может быть будет просто делать сплошной газон увидим если мы сюда приедем правда здесь уже почти нечего обозревать но я надеюсь что мы еще сделаем один такой результирующий заключительный выпуск здесь посмотрим что получилось в результате всего многолетнего труда начиная с 2011 года и заканчивая 2021 перейдя на другую сторону дороги мы видим что уже начали наносить разметку чем таким очень мощным рельефным пластиком вообще же достаточно символично что дорогу заканчивают на десятилетия от момента начала постройки причем 8 лет или 7 лет с ней вообще ничего не делали потом за менее чем два года волевым решением волевыми усилиями добили все до победного конца здесь тоже хотел бы обратить ваше внимание на живописные склоны обрывы этого оврага он здесь более глобальный более глубокий чем предыдущий здесь до 30 метров доходит его глубина там 26 28 имя виду до дороги ну а вокруг возвышаются еще более высокие склоны и много отрогов уходит в разные стороны вообще мне кажется здесь можно было бы все это облагородить и сделать шикарную зону туристическую где можно в таком каньоне было бы погулять но это уже очевидно на усмотрение местных властей если они хотят привлекать в днепр туристов чем-то интересным то вполне это можно было бы здесь организовать очередной раз любуемся процессом укладывания ткани интересно она сильно тяжелая а сколько весит рулончик примерно 70 килограмм туда два человека нормально его беру да спасибо спасибо ну да на вид они кажутся такими более массивными новые видели они и воздушные на самом деле при ближайшем рассмотрении здесь видим подвезли водоулавливающие лотки где-то они все-таки будут устанавливаться и здесь уже появилась барьерное ограждение по краю также центральный отбойник разделитель тоже двойным стал потому что здесь идет вираж и разный уровень направлении дороги отличное ощущение когда едешь по свеженькой свеженькой еще не закатанной грязью машин дороги магистрали скоростной вот совершенно незаметно мы уже доезжаем до путепровода над аэропортовской 38 пикет но честно говоря не знаю откуда здесь начинается пикетаж за путепроводом мы встречаем чудо машинку которая бьет стойки для отбойников ребята как раз размечают себе место я думаю здесь уже нет необходимости нам летать потому что с воздуха принципиально ничего здесь не поменялось относительно того что мы уже видели в прошлом обзоре здесь уже почти все было закончено и тогда я думаю когда приедем на результирующий обзор то я здесь делаю один сплошной облет для того чтобы показать все в целом что получилось пишите в комментариях хотите вы такое увидеть или не хотите здесь мы видим уже полностью готовый откос и нам еще тогда говорил их даже засеяли какой-то травкой или может быть это самосеянная трава но она уже принялась и видим приятное зеленое все кругом здесь потихонечку база разъезжается уже практически ничего не осталось только часть складированных лотков бордюрных камней и много-много-много сетки на откосы что я еще заметил с этой наблюдательной позиции нового это то что сейчас на примыкании съезда заездок аэропортовской там где только что проехал грузовик появились островки два треугольника и центральная полоса таким образом мы видим что есть заезд со стороны аэропортовской есть прямой проезд на местную дорогу и есть выезд в сторону аэропорта они все разделены бордюром и зелеными островками сейчас я перешел на другую сторону сторону города днепр и мы видим на примыкании съезда заезда противоположного то же самое три островка путепровод получился очень красивенный как видим все работы даже косметические по нему уже завершены все что необходимо было построить ребята из автомагистрали передой своими собственными силами успешно сделали уже полностью обошел со всех сторон путепровод для того чтобы быть уверенным что все что необходимо было мы с вами заметили я вам показал это здесь мы видим детеныш экскаватора caterpillar роет траншею это прокладывают кабель для освещения здесь вся развязка будет освещена там видим ребята уже занимаются собственно кабелем накрывают его защитной лентой предупредительной для того чтобы никому не пришло в голову что-то разрыть здесь я пока еще не вижу где будет заканчиваться опора освещения по крайней мере вот там я наблюдаю под них под пятники и полностью съезды заезды также будет освещены причем мы видим и с одной стороны это делается и с другой стороны это возможно хорошо потому что крутой поворот здесь очень крутой вираж безопасность превыше всего я решил подъехать своими глазами посмотреть правильно ли я вам прокомментировал издалека ситуацию с островками действительно здесь мы видим три островка как я сказал съезд на право заезд с левой стороны и здесь целый двунаправленный прямой проезд очевидно на ту дорогу но мне трудно сказать чем это связано может быть здесь будет отбойник разделитель стоять посреди заезда и если собирается такой большой поток куда-то пускать то быть может здесь поставят светофорное регулирование но такой информации у меня нету это лишь предположение исходя из того что я здесь вижу если кто-то может меня прокомментировать подробнее что это то буду рад услышать прочитать ваши комментарии далее мы движемся к началу обхода смотрим появился отбойник разделитель точнее 2 ограждения барьерных на центральной полосе видим разметку уже какую-то осевой пока нету хотя здесь не совсем осевая потому что это один поток скажем так разделение на полосы отсутствует и видим барьерное ограждение с одной и с другой стороны по краям сейчас мы проезжаем над большим и оконовским туннелем едем по щима все заасфальтировано свеже не укатано еще мы поравнялись с мототрассой вы помните прошлый раз я вам показывал как сооружали вот эту полосу уширения для того чтобы сделать заезд на мототрассу и недалеко от этого места буквально наверное метров 150 отсюда закончилась щима по направлению будущему на запорожскую трассу так что мне немножко более красиво рассказали ребята о том что здесь уже все сделано но думаю это не проблема и в ближайшие дни это все закатается тоже щима просто пока эта работа еще не доделана то же время направление на южный мост по которому только что ехали там насколько позволяет глаз увидеть все в щима ну а здесь только свеже закатанная нижним слоем полоса уширения и далее вижу какую-то технику может быть там сейчас укладывают асфальт а может быть что-то другое делаю сейчас подъедем посмотрим здесь я вам тоже показывал делали полосу уширения напротив мототрассы здесь уже все закатано для чего она пока не могу вам сказать может быть для того чтобы машины люди оставляли те кто приезжают на соревнования правда такое объяснение выглядит достаточно натянутым вы видите здесь отбойник разделитель никакого перехода мостика нету тем более нам говорят постоянно что это скоростная трасса на скоростной трассе пешеходам делать нечего ну что ж оставим пока этот момент до выяснения может быть когда мы сюда приедем с финальным обзором уже что-то будет понятно пока это выглядит просто как расширенная заасфальтированная обочина мы видим уже здесь сделали на метки для нанесения разметки и получается полностью на машину по ширине есть обочина сам заезд к мотоциклистам выглядит вот так далее идет грунтовка какие функции у него пока не знаю потому что я не знаю специфики использования этого трека но я вижу там на горизонте проходит улица и судя по всему с этой улицы тоже можно как-то сюда попасть если знаете можете мне писать в комментариях возможно чисто технический такой заезд для чего-то вообще же мы видим с правой стороны лежат готовые к установке бортовые камни поэтому скорее всего ничего асфальтировать не будут пока их не установят это именно на участке где делалось уширение здесь мы видим идет работа по монтажу курьерного ограждения а здесь у нас что-то интересное похоже было какое-то замокание сейчас узнаем ребята здесь присутствуют пообщался с ребятами они мне подтвердили действительно здесь было обнаружено замокание грунта и проседание асфальта как видим стройки которые долгое время стояли недостроенными часто преподносит сюрпризы похожий сюрприз ребят из автомагистрали пивдень подкарауливал недалеко от будущего путепровода пока он еще не был построен я вам рассказывал там нас вообще стояла непокрытая она размокла и когда зашли туда чтобы что-то делать оказалось что грунт проседает расползается здесь все было чуть-чуть лучше если вы помните мы неоднократно ездили был асфальт но уже когда сюда хотели подойти щема финальным геодезисты обнаружили здесь незначительное проседание грунта сделали пробы какие-то там забурки и обнаружили что насыпь здесь тоже стояла замокала после чего ее предыдущие компании которые здесь асфальтировали не знаю что это были за фирмы в каких годах это делалось но вы помните здесь асфальт достаточно давно стоял и вот какой вывод сделали представители лаборатории после того как здесь все это проанализировали что скорее всего на замокший грунт был положен асфальт когда здесь не было движения но все более-менее стояло когда сюда начала ездить техника строительная то асфальт пополз вместе с нацепью поэтому сейчас здесь такая незапланированная работа ребята из автомагистрали выбрали достаточно большое корыто и как видим заново делают послойное уплотнение с геосеткой сейчас чпс разравнивают в общем все это надо теперь заполнить обратно до этого нельзя асфальтировать как вы понимаете да тут ребята можно только посочувствовать потому что уже можно сказать на носу открытие движения и и когда такие сюрпризы вылазят то это всегда неприятно но как видим все успешно борется напоследок поинтересовался у ребят сколько же они здесь сняли грунта оказалось что пришлось выбирать три метра аж и сейчас здесь сложится несколько слоев чпс это как дренирующий слой снизу там еще геотекстиль напоминаю что вообще под нами сейчас веаконовская труба мы когда-то к ней спускались там должны были забетонировать оголовок но я туда уже не пойду я думаю там все сделано ну по крайней мере мне так говорили сейчас я вижу какая-то активность наблюдается на путепроводе для пропуска сельхозтехники причем я спросил у ребят из автомагистрали мне говорили компания планета буд которая там достраивала отмост что асфальтирование должна была автомагистраль проводить но автомагистраль открещивается говорит нет мы не асфальтировали планета будет сама организовала асфальтирование поэтому сейчас подъедем узнаем что там произошло может быть идет доработка подъезда вы помните они тогда были не до асфальтированное и так мы подъехали к путепроводу здесь по-прежнему планета буд занимается работами чем что интересно усиливают этот откос по какой причине неизвестно потому что тут никаких не было вроде бы проблем но сказали что какое-то дополнение к проекту сделали почему-то проектировщики решили что необходимо именно этот откос усилить другой откос не будет усиливаться также сверху стоит грейдер там планируются подходы к мосту и как мне сказали я вам показывал уже перильное ограждение было сделано но на этих участках которые береговые там не стояли секции сейчас их устанавливают мы видим захваточками бетонирует с армированием ну не знаю может быть с чем это может быть связано вы видите что здесь вот эти плиты они вроде никуда не смещались но я вам рассказывал что плиты здесь уже были то есть это предыдущий строитель но по крайней мере так планета буд мне рассказала что когда они сюда приехали здесь стояли опоры и были вот эти откосы сделаны самого пролетного строения не было поэтому у меня нету причин им не доверять может быть сверху тоже было какое-то замокание это все начало сюда подползать не знаю но тем не менее мы видим такую запроектировали мощную решетку арматура здесь наверное 10 или 12 даже 12 скорее и все это захватками бетонируется мы идем наверх посмотрим что там вы помните что на момент съемки моего предыдущего обзора здесь уже путепровод был полностью заасфальтирован но не припомню точно были ли заасфальтированы подходы к мосту на длину чуть больше переходных плит помню дальше там какие-то фрагменты асфальта были их убрали но тем не менее вот сейчас мы констатируем как оно есть на сегодняшний день здесь еще будут закрываться мастикой стыки между щема и швом деформационным ну а дальше мне сказали вот так вот шлаком будет укатана то есть это все грейдер сейчас разравнивает будет укатана катком и в таком виде оно будет сохраняться далее то есть здесь уже асфальтировать ничего не будет там какие-то вон куски асфальта лишние которые здесь были набросаны демонтировали сейчас их отсюда вывезу и мост будет считаться завершенным и ребята из планеты буд мне подтвердили что они сюда сами привозили субподрядчиков своих которые асфальтные работы здесь проводили почему так не знаю потому что мне изначально говорили что будет автомагистраль все здесь делать но переигралась ну и наконец мы видим что все направление с запорожской трассы на южный мост заасфальтировано финальным слоем щема до самого съезда с трассы трасса N08 проходит вы видите на горизонте налево идет путь на Запорожье направо в Днепр это тоже часть N08 здесь N08 вокруг Днепра очень много как оказалось теперь есть N08 которая идет в город есть N08 которая пойдет на южный мост есть еще N08 которая идет на аэропорт она же улица аэропортовская там дальше съезды заезды насколько я помню были еще в предыдущие годы строительства асфальтированные щема там я всегда когда выезжал или съезжал заскакивал соскакивал на дополнительный слой ну а здесь я уже прокомментировал вам скоро будет асфальтировать после того как установят борта и закончат грунтозамещение делать и подушку там где мы с вами только что были на этом я завершаю свой обзор благодарю вас за внимание за ваш интерес моему каналу к стройкам Киева и Украины огромное спасибо моим уважаемым зрителям донаторам за поддержку благодарю пресс-службу Крафтодора которая помогает нам организовывать наши поездки и службу автомобильных дорог в Днепропетровской области большое спасибо нашим дорожникам мостовикам метростроителям строителям всем кто радует нас своими трудовыми успехами большое спасибо всем вам кто смотрит меня с подпиской делится ссылками на мои видео в соц сетях оставляет мне лайки и комментарии если еще не подписаны на мой канал самое время это сделать жмите колокольчик ставьте лайк этому видео подписывайтесь на телеграм-канал вступайте в группу фейсбук подписывайтесь на страничку в фейсбук поддержать мою деятельность вы можете на патреоне или через банковскую карту все реквизиты даны в описании под видео на этом я с вами прощаюсь до новых встреч до новых обзоров мира, счастья, любви, здоровья, добра пока субтитры сделал DimaTorzok до новых встреч и субтитров Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»